Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Работчики считают, что FBK Firebreak позволит игрокам взглянуть на мир Control с другой страны, с которой прежде его никто не видел А кинуть новым взглядом мир Control получится в 2025 году Страница игры уже появилась в Steam, а в день релиза игра будет доступна по подпискам Game Pass и PS Plus Появились подробности о сиквеле Subnautica 2 Местом действия станет совершенно новая, полностью покрытая водой планета Игроки выступят в роли первопроходца, который отправляется исследовать далекий мир, но что-то идет не по плану К опасностям планеты предстоит адаптироваться, в том числе при помощи генетических улучшений Также разработчики пообещали добавить больше опций по созданию продвинутых подводных средств передвижения Мир вокруг игрока должен быть разнообразным по количеству биомов и их наполнению Но при этом даже в момент успокойства игрока не будет покидать чувство, что с этим миром что-то не так А вокруг творится нечто необъяснимое и непонятное И конечно же, главное изменение в сравнении с первой частью это кооперативное прохождение Появится возможность исследовать бескрайний океан как в одиночку, так и группой до трех человек А это значит минус вайп талософобии, но плюс вайп дурдома на глубине 20 тысяч лье под водой Игра выйдет в раннем доступе в 2025 году Все желающие смогут попробовать игру в кооперативе, часть сюжета и некоторые биомы Предварительно ранний доступ продлится 2 или 3 года С морского дна сразу в глубины далекого космоса На выставке CitizenCon разработчики Star Citizen поделились деталями Squadron 42 Сюжетной кампанией космического симулятора Глава команды Крис Роберт заявил, что он и его коллеги уверены, что Squadron 42 получится выпустить в 26 году А игроки смогут рассчитывать на 30-40 часов геймплея На CitizenCon разработчики также продемонстрировали пролог игры, который длился больше часа В нем показали катсцены с голливудскими актерами Генри Кавиллом, Гэри Олдманом, Марком Стронгом и геймплейные эпизоды Так как демо проходило в прямом эфире, то не обошлось без происшествий К примеру, игра пару раз зависала Стоит всем напомнить, что краудфандинговая кампания Star Citizen начала еще в 2012 году И за это время разработчики собрали почти 730 миллионов долларов Squadron так и вовсе изначально планировали выпустить аж в 2014 году Но релиз самую малость сдвинулся И выглядит все показанное на экране дорого, богато и самую малость фантастично Уже даже не верится, что этот Call of Duty в космосе выйдет вообще Но презентация вселяет смесь надежды и сдержанного оптимизма Что еще чуть-чуть, и Star Citizen станет частью видеоигровой истории Или громким скандальным инфоповодом Или хорошей игрой, ну последнее явно было бы хорошим решением А что точно хорошей игрой не станет, но напоминает о себе Это Marvel's Spider-Man 2, который выйдет на компьютерах 30 января 2025 года Игра станет доступна в Steam и Epic Games Store За исключением тех стран, где нет возможности официально создать учетную запись PSN Официально объявлено, что сюжетных дополнений у игры не будет Несмотря на изначальные сливбы Но, видимо, наработки одного из дополнений перекочуют напрямую в игру про Венома И еще одна новость о Marvel И том, что у нас простых фанатов что-то отняли В этот раз Блэйда Кинокомик с Махершалой Али в главной роли перенесли на неопределенный срок Об этом сотрудники Disney сообщили в пресс-релизе для СМИ Релиз ленты несколько раз откладывали Изначально ее планировали выпустить еще в конце 2023 года Но в течение нескольких лет проект покинуло аж 5 сценаристов и сразу 2 режиссера Последний на данный момент релиз был запланирован на 7 ноября 2025 Теперь в этот день выйдет триллер Хищник Пустоши Учитывая качество последних фильмов, этот перенос к лучшему А вспоминая последнего Дэдпула, ситуация начинает звучать особенно иронично На этом мы плавно переходим к нашему следующему пункту Это видеоигры, которых будет много и о которых мы сегодня с вами обстоятельно поговорим И если мы говорим про фестиваль демо-версий разных классных игр Сразу стоит отметить, что это практика, от которой все чаще и чаще отходят AAA-релизы Предпочитая выходить в релиз целиком, чтобы игроки сумели ужаснуться К сожалению, чаще ужаснуться, чем насладиться техническим и качественным наполнением игры Но если мы говорим про нынешнюю череду релизов, которые вышли в демо-версии Можно отметить, что сразу куча классных разных игр буквально на любой вкус Можно составить целый топ-50 Более того, в рамках рубрики мы не успеем как-то осмотреть все те, что приглянулись мне Все те, что действительно заслуживают внимания Буквально хватит внимания на три Хотя классных, которые и классно звучат, и классно выглядят И я надеюсь, мы в будущем о них поговорим Новинок потенциальных много То есть это и шикарный пиксель-арт квест Локомотив Это и каратэ Сурвайвер, потенциально лучшая итерация со времен Vampire Survivor Это и Империя Муравьев, которая выглядит как РТС, которую мы заслужили Это и Streets of Rage 2 Это и отечественная Спарта 2035, которая звучит как потенциально отечественная замена для XCOM То есть прям набор моё почтение Но мы сегодня остановимся на трёх играх Это и фирменный пиксель-арт Это и фирменные симуляторы И это, конечно же, вы живачи Итак, Keep Driving Есть вы, есть машина Причём машин несколько, в демо доступна одна И ваша задача ехать Ехать, 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 параллельно решая всякие мелкие задачки И вместе с этим используя в рамках менеджмента ресурсы, которые у вас есть И, конечно же, игра очень сильно цепляет своими какими-то, я даже не знаю, элементами интерфейса, наверное То есть если вы сидите в машине, вы нажимаете на педаль тормоза, вас сразу выкидывает в меню Ну то есть открывается окошко меню, которое открылось, если бы вы в другой игре Escape нажали Игра прям достойна внимания, поэтому пока мы ставим несмелое, рекомендуем смотреть, что же будет на релизе Второй игрой в нашем сегодняшнем таком мини-списке будет The Procinct И она прям цепляет глаз Вы молодой офицер, которому предстоит окунуться после Академии во всю эту тяжесть бытия полицейского где-то в Америке Где конкретно, насколько я помню, не говорится, но тем не менее сеттинг очевидно американский Со всей их американской полицейской эстетикой Игра полностью отыгрывает все вот эти элементы полицейской романтики, которые можно было видеть в сериалах про американских копов И это круто, потому что нет каких-то моментов, которые А, ну вот черный экран скипаем, а, ну вот черный экран скипаем То есть да, пока у вас доступен маленький кусочек карты, но это та песочница, в которую вы можете повозиться со всякими разными элементами Это круто Не круто, физика машин, потому что они здесь ну просто как утюги, им невозможно управлять Они все подряд сшибают, когда вписываешься в машину, ее чуть ли там не переворачивают, хотя машина тяжелее больше твоей Если сам по себе процесс вот этой прикольной полицейской рутины будет умело интегрирован вместе с историей, как это было в том же Биткоп, в Азвиста Заполис То у нас будет потенциально еще одна классная игра, которая может быть интересной и тематической И третья, третья наша игра Void Train Ну и суть игры, собственно, передана в названии Вы поезд, вернее, как вы не поезд, вы едете на поезде, который перемещается сквозь пустоту И вы в процессе, как и в игре Raft, должны совершенствовать свое средство передвижения и выживать Выглядит игра красиво, в ней куча всяких прикольных контекстных анимаций Очень прикольно цепляет со стороны, когда персонаж что-то делает и в процессе, допустим, открывания дневника или работы с молотком Он потом все это себе крепит к наручу, который у него закреплен на левой руке Это очень прикольно выглядит, как вот анимация Крафт удобный, интерфейс понятный, озвучка отечественная присутствует, поэтому ждем Ну пока, правда, редактор-персонаж довольно примитивный, но хочется верить, что это исключительно издержки раннего доступа слэш-домо-версии И в релизной версии все будет куда-куда богаче На этом фоне AA-индустрия, да, это игры не инди, у большинства из них есть какой-то свой издатель, иногда даже довольно известный Эти AA-релизы это прям радость, это отрада и возможность окунуться в потрясающий игровой процесс, который классно отвлекает, развлекает, ну и в первую очередь как игра радует Ведь игры должны в том числе радовать, а не просто быть дорогущим ААА-фатриалистичным кинцом со стелсом в траве На этом наша рубрика подходит к концу А теперь мы поговорим о том, что не может стать потенциальным хитом, или может, но не станет А о том, что этим хитом стало уже о потрясающем мультфильме «Дикий робот» И в какой-то веке приятно в эту рубрику принести что-то безусловно потрясающее, что не только может стать хитом, но и отвечает всем запросам современного общества Которая истосковалась почему-то классному, ламповому, милому и просто качественному Вспоминая прошлогоднего кота в сапогах, а это вообще тянет на полноценный шедевр В студии DreamWorks в какой-то момент люди начали очень сильно верить Ее стали верить чуть меньше, как только вышла последняя кунг-фу панда этой весной, это был полный кошмар И надежда начала угасать, но вышел «Дикий робот» и снова всех спас Во-первых, мультфильм не совсем то, чем кажется, потому что самый первый тизер был просто потрясающим тем, что там не было ни одного слова, сказанного в кадре То есть там была озвучка за кадром, но в кадре была тишина полная И складывалось ощущение, что это эдакая интерпретация той самой короткометражки Овервотча по первой части с Бастионом, где он там тоже в лесу где-то застрял и зарос Но вот с животными и прикольным роботом без слов Потом выяснилось, что слова таки будут и персонажи будут говорить в классической манере И надо отдать должное, в какой-то момент хайп у меня чуть-чуть спал Но посмотрев мульт, могу сказать, что это просто шикарно Во-первых, там это обыграно, то есть изначально все действительно тихо И только когда робот все это изучает, он начинает понимать все эти голоса животных Ну и к тому же, это прикольно, это весело, куча классных актеров на озвучке Тот же Педро Паскаль, который сейчас везде, а тут конкретно он леса Тот же Билл Ная, который из Старой Гуси и много других звезд, которых вы могли где-то слышать И вообще, сам мульт, он вот классен тем, что какой пункт ни посмотри И там везде можно ставить 5 звездочек из 5 или 3 из 3, если Angry Birds вспоминать То есть картинка красивая в статике, красивая в динамике, хороший стиль Вот это та самая авторская реализация То есть не совсем селшейдинг Но и в то же время что-то очень такое яркое, красивое, творческое, пестрое Животное со своими пропорциями, но при этом узнаваемое Робот с классными какими-то формами То есть это не просто абстрактный какой-то многоугольник, как у того же Нолана А прям вот робот-робот, прикольный Анимация хорошая, подвижная Кадры, когда мультфильм останавливается дать Немножко зрителю передохнуть Ну это прям просто на рабочий стол можно ставить Озвучка, все по максимуму Посыл, сюжетные арки Даже аналогичные арки, которым здесь посвящено только половина мультфильма В других мультфильмах занимали бы всю историю Если вы понимаете, о чем я спойлерить не могу Потому что, ну, все-таки хочется, чтобы вы посмотрели, насладились Но сразу можно сказать, что история не совсем закончена Поскольку мультфильм по книге, книгу я не читал, конкретно ту, по которой он был снят Но при всем при этом, видно, что задел на продолжение есть И более того, объявлено, что продолжение будет Это очень радует, потому что команда та же А значит шансов на второй хороший мультфильм у нас от этой команды возрастает Но если говорить про сам мультфильм Есть робот, его выбило на остров Остров жестокий, все друг друга жрут Роботу надо выжить и выполнить свое определенное задание И там вот с этими животными всеми взаимодействуют Это просто классно Зверики, классная озвучка Много черного юмора, но черного не в каком-то деструктивном смысле А просто такой забавный, что мир кругом жесток И даже не успеешь оглянуться на сколько Много классных каких-то шуток, связанных с комедией тела С какими-то каламбурами Вообще есть на что посмотреть, над чем посмеяться Есть конфликт, хорошая музыка, цепляет за душу Ну, короче, нахваливать можно долго, и в этом проблема Про что-то хорошее рассказывать по-настоящему захватывающе сложно А слушать скучно Поэтому главное, что можно сделать Это порекомендовать, чтобы вы посмотрели Потому что это вот что-то, что цепляет с первой секунды И не отпускает до самого конца Возьмите в обнимку того, кто вам дорог И сядьте, посмотрите Потому что это идеально Как для семейного просмотра, как для просмотра с детьми А этого контента сейчас по-настоящему качественного Действительно мало, и найти его можно редко Да, надо отдать должное С котом в сапогах не сравнится Кот здесь все еще на первом месте Но Дикий Робо смело встает на второе Потому что кот, он все-таки больше для чуть более взрослой аудитории И идея там более осмысленная и завершенная А Дикий Робот в какой-то момент То ли из-за литературной особенности То ли из-за какого-то решения режиссеров Он страдает вот этим постоянным нарушением времени и места действия Поскольку он такой мини-спойлер В событиях в самом мультфильме Очень часто проходят разрывы Там, условно говоря, на полгода На год На месяцы То есть ощущение, что это не совсем история лаконичная А что история с какими-то такими обрезками Которые вроде как в них ничего не вставишь Но как-то таймскип надо было сделать Это вот, наверное, единственный такой нюанс Который можно вспомнить Но в остальном это прям просто must have 10 из 10 Прям рекомендуем двумя пальцами, двумя руками Это то, что вам нужно посмотреть И то, что этой холодной осенью Сделает ваш вечер, утро или день Когда вы решите посмотреть Определенно краше На этом наш выпуск на сегодня подходит к концу И это значит, что через неделю мы увидимся С новыми новостями С новыми играми С сериалами И, может быть, даже настолкой До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok